Территория машин Всем привет! С вами Территория машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о быстром Датсуне и рейтингах чемпионов. Компания Датсун выпускает недорогие, но и не очень быстрые автомобили. Потребители продукции японского бренда часто жаловались, что, мол, машина не едет, обгоняют всякие смарты, а иногда и трамваи. Наши партнеры не то чтобы быстро среагировали, они долго прислушивались и присматривались. Пока это происходило, автомобиль оснащался единственно возможным мотором мощностью 82 лошадиные силы. Теперь под капотом Андо и Мидо появится 16-клапанный мотор мощностью уже 106 лошадиных сил. Сложно сказать, сильно ли у них прибавится прыти. Зато мы точно знаем, что японцы заботятся о покупателях. Коробка передач мощной версии положена одна – механическая. Это тольяттинский агрегат ВАЗ-2180, который недавно модернизировали. Теперь передачи включаются четко, ничего не хрустит и не болтается. Автомата пока не предвидится. Классический узел дорогой, а ВАЗовский робот японцам не нравится. Он, кстати, не только японцам не нравится. Тут мы с ними полностью солидарны. Вы любите рейтинги? Мы очень. Так полезно знать, что кто-то настолько хорош, что занимает почетные места на пьедестале. В России рейтинг самых продаваемых автомобилей уже давно не меняется. На первом месте Солярис и Рио, а на почетном третьем – Лада Гранта. Но тут всякие умные люди решили выяснить, какой автомобиль самый популярный в мире. В результате долгих подсчетов получился очень забавный рейтинг. Даже местами неожиданный. Самым популярным автомобилем в мире является Тойота Королла. Это, скажем так, закономерно. Недорогой и качественный автомобиль пришелся по вкусу многим на этой планете. Второе место занимает Фольксваген Гольф. Тут тоже понятно почему. Он как был, так и остается лучшим в классе, который теперь называется в его честь. А вот на третьем месте, кто бы мог подумать, пикап Форд F-150. Удивительно? Нет. Это самый продаваемый пикап на рынке США. А рынок Америки – крупнейший в мире. Кстати, за первую половину нынешнего года в мире продано почти 69 миллионов новых автомобилей. Что почти на 4% больше, чем в прошлом году. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин.